Хотя первые протоспички или зажигательные палочки упоминаются ещё с 13 века в Китае, первые спички были сделаны французским химиком Жаном Шанцелем в 1805 году, а в современном мире с каждым поколением всё меньше людей знакомы с огневом, состоящим из кремня, кресала и трута или воспламеняющегося от искр материала. Ну как наши предки до зажигалок и спичек добывали огонь? Не углубляясь в более древние времена, когда огонь на научились использовать, хранить и добывать с помощью трения, начиная с Железного века и до повсеместного производства спичек, в быту для извлечения искр применялся ударный способ с использованием кремня и металла. Однако до появления металла в разных уголках планеты скотоводы и охотники-собиратели использовали десульфид железа, феррум S2, который в природе встречается в виде минералов перита и маркозита. Здесь позволю себе сделать отступление и добавить свои пять копеек из личной жизни по поводу перита. Этот минерал неопытному человеку легко спутать с золотом. Не зря его так и называют «золото дураков». Чуть более десяти лет назад довелось мне работать в шахтах, и там часто ходили рассказы о шутках с новенькими рабочими и практикантами. Часто перит можно встретить в породе и угле, в виде включений иногда довольно крупных. Но встречаются и перитизированные раковины моллюсков во вмещающих породах, что довольно красиво. А когда комбайн шнеками задевает перит в угле, можно наблюдать искрение, что довольно опасно при повышенном содержании метана. Так вот, более опытные рабочие подшучивали над молодыми, показывая перит и оглядываясь по сторонам предлагали быстрее набивать карманы шахтёрки с целью сбыта по выезду на гора. Тут стоит отметить, что многие выработки и очистные забои или лавы довольно трудно проходимы или если говорить точнее проползаемы. Поэтому с непривычки, да и с полными карманами породы было наверное не весело. Но вернёмся к теме. Этнографические отчёты описывают систему зажигания огня при помощи кремня и перита или в некоторых случаях перита с перитом в Канаде, на огненной земле, в обеих Америках, а также в Австралии, Меланезии, Гренландии и Сибири и лишь в редких случаях в Африке. Неандертальцы также не отставали от Homo sapiens в своё время. Самые ранние случаи использования ударной технологии зажигания огня знакомы из более далёкого до исторического прошлого. Археологические данные известны из бронзового века, неолита и мезолита по всей Евразии. А вот из палеолита старше тридцати тысяч лет не так много доказательств, что может быть связано как с особенностями захоронения артефактов, так и поведенческими факторами. К тому же перит разрушается окисляясь на открытом воздухе, особенно при высокой влажности до лимонита. Помимо этого в палеолите для зажигания огня чаще применяли подручные материалы в виде отходов производства каменных инструментов или многоцелевых рубил. Поэтому средства для розжига трудно распознать без детального микроскопического анализа и экспериментальной археологии, что и было применено исследователями в описываемой работе. В результате учёные демонстрируют первые достоверные доказательства регулярного использования огнива для зажигания огня неандертальцами в Европе на территории современной Франции и Нидерландов около пятидесяти тысяч лет назад. Для этого были проанализированы инструменты из слоёв верхнего палеолита, преимущественно мустье-вашельской традиции как раз из периода последней ледниковой эпохи. А для получения сравнительного материала учёные при помощи экспериментальной археологии изготавливали реплики каменных инструментов и пробовали добывать огонь с их помощью, чтобы изучить следы на камне после этих манипуляций. Стоит отметить, что использование огня неандертальцами известно из более далёкого прошлого. Ранние неандертальцы из центральной Италии обрабатывали древесину огнём для производства инструментов ещё 171 тысячу лет назад. Эти инструменты напоминали так называемые палки-копалки. Универсальные инструменты, используемые всеми сообществами охотников и собирателей. Помимо этого, в пещере во Франции Пейш-де-Ля-Зе были найдены блоки с диоксидом марганца , собранные поздними неандертальцами между 60 и 40 тысячами лет назад. А этот порошок тёмно-коричневого цвета при добавлении к древесине снижает температуру её горения примерно на 100 градусов по Цельсию. Что может служить косвенным доказательством использования диоксида марганца в качестве усилителя для зажигания огня. Стоит отметить, что экспериментальное направление в археологии очень важно для понимания и проверки различных гипотез, потому как раньше людям было трудно объяснить происхождение некоторых находок, особенно во времена буйства мифов и религий. Ещё до того, как к находкам и древним событиям начали приплетать инопланетян, их также объясняли мифически. Как, к примеру, керамические кувшины, обнаруженные в земле, по мнению средневековых жителей, вырастали сами как корнеплоды или их делали гномы, а каменные рубила и прочие инструменты появлялись в земле после удара молний. Ещё с 17 века учёные уже начали воссоздавать древние технологии, чтобы доказать, что те или иные артефакты сделаны руками человека. Однако, даже после этого, многие учёные до конца 19 века не верили, что отверстия в каменных инструментах могли быть выполнены до появления металла, пока не увидели процесс своими глазами. Хотя чему тут удивляться, если и сейчас встречаются люди, которые не верят в то, что многие исторические объекты и артефакты создал человек. Хотя экспериментально доказано, что и карликовые шимпанзе бонобо способны производить модифицированные нуклеусы или ядра и скалывать с них отщепы, которые морфологически похожи на ранние каменные инструменты из Восточной Африки. А в данном исследовании, после тщательного сопоставления с различными типами следов, полученных на экспериментальных рубилах, исследователи пришли к выводу, что следы, которые возникают в результате многократного силового контакта с перитом, с явной целью создания искр для зажигания огня, лучше всего соответствуют неопознанным следам на археологических находках. Более того, результирующие огненные следы на экспериментальных рубилах распределяются точно так же, как и на древних инструментах. Всё это имеет важное значение для понимания познавательных способностей неандертальцев, а также подчёркивает их тесные отношения с огнём и указывает на использование многокомпонентных инструментов. А я на этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.